Сегодняшнее наше заседание, оно не первое и очень важное. Мы с Владимиром Анатольевичем уже это решили после первого, когда заседание у нас прошло достаточно успешно, было очень интересно, очень много было вопросов. И тогда мы столкнулись с тем, что не все всегда могут понять в ситуациях достаточно сложных, если заранее не обговорены клинические моменты, что исход операции зависит именно от этого. И поэтому у нас в следующий день уже мы встречаемся не в первый раз, и эту тему мы поднимаем, затрагиваем, она очень болезненно, очень нужна как для хирургов для нас, так и для анестезиологов. Но среди нас сегодня еще нет тот, кто участвует с нами, также эндоскописты, они вот сегодня, к сожалению, у них такой операционный день большой, но сегодня мы оперировали пациента, которому также была установлена проблема трудных дыхательных путей, и вот с Владимиром Анатольевичем их команда обсудили полностью на конференции утренние, как они будут поступать. Мы обсудили потом все вместе с эндоскопистами. И вот сегодня у нас была одна из таких тяжелых интубаций, которая встречается достаточно часто. Ну вот и вот доклад, о котором я хотела бы, сообщение, о котором хотела бы сегодня поговорить, это то, что мы сталкиваемся каждый, практически каждый операционный день с этой категорией пациентов. Эпидемиологически мы понимаем, что эта история, она достаточно давно, и самое распространенное – это источник грубых ошибок, когда мы не понимаем, с чем мы сталкиваемся и не осознаем, что нужно это обязательно решать на дооперационном этапе. Очень важно для нас всегда определить алгоритм действий каждого из членов команды. Это хирург-анестезиолог, эндоскопист. Мы должны знать, кто, когда, во время какого эпизода должен вступить, и кто первый, кто второй выступает, а кто является главенствующим. Но эти роли постоянно меняются. Несмотря на то, что говорят о том наши коллеги, что нужно иметь современную операционную, мы с этим уже сталкивались, я люблю показывать этот слайд, потому что он демонстрирует то, что не зависит от того, какой операционный стол, какое оснащение. Это тоже имеет очень большое значение. Но главное, чтобы все было обсуждено заранее и обговорено. Для нас очень важно знать анатомические структуры. Вот те анатомические структуры, которые самые важные являются для нас, для хирургов и анестезиологов, в том числе эндоскопистов, это очень важно знать. И знать не только, иметь представление, но четко понимать пальпаторно, какая структура под пальцами и каким образом мы можем повредить или наоборот где-то произвести тракцию для того, чтобы правильно заинтубировать этого пациента. Можно, конечно, заранее нарисовать ориентиры, это очень важно, но вот в такой ситуации с короткой шеей, когда имеется опухоль языка, и определить ориентиры достаточно сложно. Несколько ситуаций, которые мы разбираем и разбирали ранее. Мне хотелось бы рассказать о том, что опухоль может обтурировать просвет трахеи за счет своих размеров. Дыхание может быть затруднено вследствие образовавшейся гематомы и массивное распространение на шее, на голове, вот те три основных момента, с которыми мы сталкиваемся. Те действия, которые мы должны обязательно исполнить. Необходимо сразу распределить действия и роли врачей в этой команде. То есть мы четко должны знать. Каждый из нас, это все должно обговорено быть не один раз. И вот как мы на конференциях с Владимиром Товичем постоянно это говорим и встречаемся все время с нашими коллегами. И понимаем, что все равно этого мало. Нужно это обязательно говорить и обязательно это обсуждать. Крайне тяжелая ошибочная ситуация, с которой сталкивались. И я уверена, что каждый из нас, это те, кто здесь присутствует, имея свой опыт, маленький он или большой, не имеет значения. Мы видели, когда пациенту уже, он введен наркоз, и дыхательные пути не были четко определены, они обтурированы или что-то возможно ли. То есть эта ситуация критическая. Она ошибочная и, к сожалению, она может привести к плачевному исходу. Пациент может погибнуть. Очень важно, что за счет того, что опухоль, когда перекрывает просвет трахеи, нужно оценивать не только ситуацию, есть опухоль, нет опухоли. Нужно четко понимать и распределить роли в команде не только среди эндоскопистов и анестезиологов, но и четко надо знать, что в той команде, где работают хирурги, у них свои должны быть действующие лица, которые четко знают. Если у нас начинается операция в нашей хирургической команде, каждый из наших хирургов четко знает, говорит так, что я сегодня делаю вот это. Каждый из тех, кто стоит рядом, понимает, кто должен приподнять больного, кто положить валик под плечи. То есть это очень важный момент, о котором нужно обговорить. И причем обговаривать надо это в ординаторской, а не во время интубации. И когда ситуация невозможна транспортировать пациента, произошла экстренная ситуация, нужно не везти пациента до реанимации, до операционного стола, потому что это заведомо уже мы идем на неуспех. Потому как пациенту нужно полностью оказать ему помощь на месте. И в тот момент, когда возможно транспортировать, нужно это выполнить. Когда же его можно перевезти? Но надо обратить внимание, что на этом слайде представлено четко, особенно на этом, что каждый из той команды, о которой я говорила, хирургов, анестезиологов и эндоскопистов, у каждого свои коллеги, которые четко знают, кто, куда, вплоть до того, что кто-то из врачей должен уже стоять и нажав на кнопку лифта, ждать лифт, чтобы он быстренько приехал для того, чтобы мы могли перевезти пациента в операционный блок либо в реанимацию. Клинические ситуации, которыми мы сталкивались, они, это все пациенты, о которых я буду говорить, они встречались у нас в институте. И все те вот сотрудники, коллеги, которые со мной рядом сейчас, они все этих пациентов знают. И каждая ситуация у нас прожита вместе с этими пациентами достаточно тяжело. Ситуация, когда мы видим обтурацию за счет сдавления опухоли и давления ее в просвет гортани, в просвет в области надскладочного отдела, подскладочного, имеется в виду опухоль, которая располагается и снаружи от органа, она может задавить. И в момент, когда происходит, когда пациента вводят наркоз ошибочно, мы можем получить очень сложное и грозное такое осложнение, когда мы не сможем ему помочь без каких-либо потерь. И данные слайды также обведены кружочком. Видно то, что мы видим массивное распространение в области гортаноглотки. Это пациенты, которые, к сожалению, у нас попадаются, и мы видим этих пациентов. И пока они не начнут задыхаться, и критическое состояние не постигнет их, они, к сожалению, не обращаются к нам за помощью. Мы их видим только в ситуации достаточно сложной и критической. Ну и очень важно знать, когда мы повторно оперируем, у нас четко все обсуждено с эндоскопистами и с реаниматологами. Во время наркоза накануне перед операцией мы обсуждаем вопрос о том, что может быть и девиация гортани, может быть и изменение формы, и просвет может быть изменен. Конечно, МРТ обязательно должно быть выполнено. Пациент данный с образованием в опухоли гортани, гортаноглотки, когда имеется распространенность процесса и перекрывает просвет голосового аппарата, достаточно сложно интубировать. Соответственно, вот в такой ситуации тоже, когда мы сталкиваемся с огромным размером опухоли, которая располагается, казалось бы, не в самой гортани, а позади, и она в просвет вдается, и мы видим, что есть такое осложнение, может быть. Очень сложно эта категория, которая представлена на слайде, с локализацией опухоли в ротоглотке. Пациент, в общем-то, не задыхается. Стридорозного дыхания у него нет на момент осмотра. Но на самом деле достаточно сложно, как только мы начинаем говорить о том, что вот ничего страшного, и пациенту можно дать наркоз, то это ошибочное понимание, потому что на самом деле то, что происходит, нужно обязательно все контролировать в плане МРТ, эндоскопии и обсуждения на дооперационном этапе. Вот с такими вот опухолями в ротовой полости, и я частенько сталкивалась с тем, что наши коллеги говорят о том, что ничего страшного, можно отодвинуть опухоль во рту и спокойненько заинтубировать при помощи эндоскопистов, возможно, при помощи бронхоскопа. Но это ошибочное тоже мнение, потому что в таком сегодняшней ситуации было обсуждено с Владимиром Анатольевичем, со своей командой, о том, что они используют, например, клинок для того, чтобы не повредить опухоль, потому что сталкиваешься с тем, что начинается интубация, вроде как опухоль не проникает в области горта, несвязочный аппарат свободен, но опухоль в ротовой полости, она не позволяет, она начинает подкравливать, кровить интенсивно, и эндоскопическая служба, которая помогает интубировать, она не может справиться ввиду того, что заливает все эндоскопии невозможное. То есть это очень сложно, необходимо обязательно об этом говорить. Те правила, которые сейчас вот хотелось бы представить, это то, что для нас мы решили следующее, для нашей команды, для нашего учреждения, что вводить наркоз пациента сразу точно нельзя, не имея информации, не говоря уже о том, что они заранее обсуждаются всегда. По поводу местной анестезии, о которой всегда говорят, почему вы не делаете под местной анестезией, хороший вопрос, но неоднократно выполняю, я лично выполняю под местной анестезией, только при анестезии, небольшой анестезии в области появления лимонной корки, может сдавить и сдавливает, у пациента появляется страх, и достаточно сложно справиться с ситуацией, когда уже полностью перекрыт практически просвет гортани, и пациент появился вот-вот после того, как он стал задыхаться. Поэтому нужно обязательно дозированно анестезировать местно, потому что это тоже очень сложный момент, и именно дозированная местная анестезия помогает избежать вот такого вот сдавления, и нельзя формировать такой вот именно инфильтрат в области трахеи. Если возможно, то обязательно должны быть все наборы, и они практически всегда должны быть. При невозможности всякое может быть, и учреждения существуют у нас разные, конечно же, нужно, чтобы рядом стоял анестезиолог, хирург и эндоскопист. Ну и вот американские стандарты, о которых мы часто к ним обращаемся, долго останавливаться на этом не буду, я уверена, что об этом скажут мои коллеги, которые очень тщательно их изучают, знают, и на них опираются, не только на них, но и на российские обязательные стандарты. О том, что самое главное, что я хотела сказать, что в этих стандартах говорится о том, что здесь должна быть мультидисциплинарная команда, о том, что нужно обязательно позвать на помощь, не стыдиться этого. Несмотря на то, что хотела представить два слайда о том, что сам наркоз и длительность операции больше 12 часов, она возникает осложение уже в 75% случаев. Как видите, на этом слайде представлены те характеристики пациента, о которых говорится. Это и туда входят и онкологические заболевания, туда входят кровопотери, то, что пациент курит, о том, что длительная операция по поводу реконструктивных лоскутов в микрососуде. То есть здесь достаточно сложно. Ну и представленный ретроспективный анализ более 15 тысяч пациентов, наших коллег, которые говорят о том, что при осложнениях, 22,7% осложнений, в период, о котором достаточно протяженный период, и представлены осложнения, и длительная вентиляция, и пневмония. То есть очень много, не говоря о том, что мы до этапа введения пациента в наркоз, мы можем получить осложнение. Ну и, значит, о том, о чем я говорила в переводе уже, и о непредвиденных обстоятельствах трудности в обеинтубации у взрослых, о том, что обязательно нужно, обязательно придерживаться планов, которые есть, они представлены, о них все знают, и обязательно нужно иметь рядом с собой коникотом, с собой рядом хирурга, и, конечно же, если возможно, эндоскопистов. Достаточно сложная ситуация возникает у нас с детьми. Вот представленный мануал, план действий по введению в наркоз пациентов от возраста от 1 до 8 лет, это достаточно сложная ситуация, но принцип введения в наркоз на самом деле одинаков. То есть, вот, как видите, в основном это позови на помощь, как говорится. Нельзя, чтобы был самонадеянный либо хирург, либо анестезиолог, или эндоскопист, который четко скажет, я сам, невозможно этого сделать, нужно работать в мультидисциплинарной команде. Ну и хотелось бы также представить то, что вот в опухоли головы и шеи, Джатин Ша, наш известный, значит, коллега, который очень много пишет и является одним из самых главных в лечении опухоли головы и шеи, также представляет то, что на слайде данном, посмотрите, ЭСКО – это хирург. То есть, вот, при диагностике, то есть, вот, во всех моментах, о которых мы говорим, всегда присутствует чаще всего хирург. Он должен присутствовать, несмотря, там, радиолог или химиотерапевт. То есть, это очень важное звено, которое нельзя исключать. Ну и о том, что он должен стоять всегда на месте, на готове. И очень важный момент, когда мы видим гематому на шее, что мы делаем? Нельзя вводить наркоз. Нужно обязательно открыть шею, открыть, имеется в виду, послеоперационное поле, освободить сгутский, освободить трахею. Только после этого, только после этого мы можем пациента вводить наркоз. Мы об этом знаем уже давно, и осложнение бывает у всех, кровотечение также у всех могут быть. Поэтому об этом мы давно уже договорились и знаем, как нам действовать в этой ситуации. Когда есть местно распространенный процесс на шее, чётко мы знаем первоочерёдность выполнения каждого из нас манипуляций. Вот с такими огромными опухолями приходят пациенты. И на самом деле, с чего вот начать? Вопрос первый, что делать? Удалить, если даже это удаляемо, как её ввести в наркоз? С чего начать? Вот как вот с такой ситуацией? Достаточно сложно, потому что такая интубация вот здесь, когда отсутствует открытие рта, опять же, включаются эндоскописты, включаются анестезиологи-хирурги, интубация через нос. То есть это достаточно обязательно нужно всё обговаривать, потому что этот же пациент после удаления опухоли нужно обязательно обговаривать. Когда расположение сзади поверхности шеи? Вроде тоже как бы по дыхательным путям не мешает, но разгиб и сделать так, чтобы пациенту вывести гортань и связки для того, чтобы пройти трубкой, это тоже непросто на самом деле. И тоже обсуждается, хотя кажется многим просто, на самом деле это не совсем всё просто. Потому что вот с такими опухолями, когда приходят, мы начинаем их обсуждать. Данная пациентка была оперирована по поводу меланомы. Очень сложная была ситуация. Она была вся обложена гемостатическими губками. Трахеустому выполнить здесь невозможно. Интубировать было задавлено полностью в область гортани этой опухолью. И здесь имелось врастание метастатических узлов в еремную вену с левой стороны. И справа она была освобождена. Но интубация была достаточно сложной. Можете себе представить после определения и рассказа о том, какое распространение опухоли, какова была интубация у данной пациентки, как с ней трудно было справиться. Этот пациент с заболеванием опухольмоделунга. Это липоматоз. И когда обратился он к нам, мы тоже планировали его, потому что разгиб и вывести трахею, гортань было достаточно сложно. Очень важный момент, о котором не могу не сказать, это волоконная оптика, брокоскопия. Она с 1968 года является стандартом обеспечения нашего ансоциологического пособия. Ну и ошибки при манипуляциях, которые существуют, они есть. И надо стараться их, конечно, избежать. Так же, как и осложнения трахеостомии. Они есть и ранние, они есть и поздние осложнения. Это нужно обязательно учитывать и обязательно готовиться не только к трудной интубации, но обязательно нужно готовиться к тем осложнениям, которые могут возникнуть. Потому что даже когда все сделано, казалось бы, все справились, каждый из нас выполнил свою задачу, но все равно это не успех, это очень грустно. И мы идем на какое-то вмешательство, заведомо зная, какое будет осложнение, мы должны понимать, какое именно это будет осложнение и как с этим бороться. На этом должен обязательно рядом стоять анестезиолог, который четко уже определит среди своей команды, каждый из них, кто будет чем заниматься. Спасибо большое. И мы вас приглашаем, как обычно, наш слайд. Мы приглашаем вас на Белые ночи. У нас состоится 20-23 июня. И всех мы вас ждем. Пожалуйста, приезжайте. Будем рады встрече с вами. Спасибо большое вам за внимание.